Привет, ребят! Думаю, все слышали этот трек. Здесь звучат слова «Test your might», которые означают «испытай свою силу». Эти слова, конечно, звучат в контексте сюжета про турнир боевых искусств. Но фраза «Test your might» появилась в саундтреке к фильму не просто так. Это название первой мини-игры в серии. В 90-х во многих файтингах были разные мини-игры и бонусные уровни. В Street Fighter 2 нам давали разнести автомобиль или бочки. В Art of Fighting мы разбивали бутылки, ледяные глыбы и тренировались в использовании проджектайлов. А в Tekken 3 даже завезли волейбол. Это далеко не единственные примеры, только то, что пришло в голову вот прямо сейчас. Я часто говорил, что в то время файтингов было очень много, но сам жанр не настолько масштабный, чтобы каждая серия была уникальной от и до. Поэтому авторы пытались разнообразить свои игры, придать им больше идентичности. К тому же большинство игр выходили в первую очередь на аркадных автоматах. И мини-игры – это изначально именно аркадный элемент, потому что за них давали очки, а игрокам было важно набрать больше очков и сохранить своё имя в списке лучших. Как правило, раньше после прохождения аркадного режима, во многих играх нам показывали таблицу с игроками, которые набрали больше очков. По части наличия мини-игр серия Mortal Kombat, конечно, не была первопроходцем, но и не стала исключением. Почти в каждой части была какая-то мини-игра, причём они продолжали появляться даже в частях, которые уже не выходили на аркадных автоматах. И сейчас мы с вами вспомним каждую из них, за всю историю существования серии Mortal Kombat. Ну погнали. В первой части появилась та самая Test Your Might. После каждого третьего поединка игроку предлагали разбить какой-то материал. Сначала дерево, через три боя камень, затем сталь, рубин и алмаз. Всего их было пять. Суть мини-игры заключалась в том, чтобы многократно нажимать на кнопку удара и тем самым пополнять шкалу рядом с персонажем. А когда она достигнет определённой отметки, нужно было нажать на кнопку блока. В случае успеха персонаж разбивает предмет, а игрок получает очки. Естественно, разбить каждый следующий материал сложнее, чем предыдущий. Типа камень твёрже дерева, сталь твёрже камня и так далее. Но есть один нюанс. Дело в том, что в аркадном режиме на одного игрока всего 12 поединков, включая финального босса Шан Цуна, после которого прохождение уже заканчивается. Учитывая, что мини-игра появляется после каждого третьего боя, то в одиночном режиме мы можем проверить силу персонажа только на трёх материалах. Дереве, камне и стали. А вот рубин и алмаз доступны в режиме на двоих игроков. Но при этом можно было начать игру на двоих, разбить два первых материала, затем пойти в башню, и тогда уже остальные материалы появились бы в одиночном режиме. Понятно, что сейчас мини-игры воспринимаются не с таким интересом, как раньше, но напомню, тогда за них давали очки, и для игроков того времени это было важно. К тому же сама мини-игра Test Your Might напоминала сцену из фильма Кровавый спорт, который изначально и должен был лечь в основу игры. Хотя в будущем появится мини-игра, которая больше похожа на Дим Мак из фильма, но об этом позже. Во второй части мини-игр не было, зато туда добавили целых три секретных боя. В третьей части тоже не было Test Your Might, но туда добавили мини-игру Space Invaders. И на самом деле не просто так. Вообще оригинальная Space Invaders была разработана в Японии ещё в конце 70-х. Но в 90-х компания Midway, издатель Mortal Kombat, получила лицензию на производство и распространение этой игры в Америке. В связи с этим они решили добавить её в качестве мини-игры в третью часть Mortal Kombat. В детстве, кстати, насмотревшись мультсериала, я думал, что это персонажи Mortal Kombat на своих кораблях сражаются с захватчиками, как было в мульте. И тогда меня вообще ничего не смущало. Но на самом деле всё более прозаично. Midway получили права и сделали мини-игру секретом в третьей части. Подробнее про неё я рассказывал в видео про читы. Четвёртая часть обошлась совсем без мини-игр. Да и по правде говоря, там не так много дополнительного контента. Но во всей красе мини-игры вернулись в пятой части серии, Deadly Alliance. Сюда снова добавили Test Your Might, только теперь более разнообразную и с улучшенной графикой, конечно. Если в первой части персонажи испытывали себя на локации Храм Войнов, той самой, где стояли статуи бойцов, то для Смертельного Альянса создали отдельные локации для мини-игр, со специальными анимациями персонажей и звуковыми эффектами. Теперь мы слышим шум толпы, их возгласы и даже звуки бокалов, как будто действие происходит где-то в таверне. Что касается анимаций. Персонажи в мини-играх ведут себя немного по-разному. Кто-то разбивает материалы просто рукой, кто-то локтем, Сайрекс, например, вообще головой, а не Таро-ногой. При этом есть несколько разных анимаций победы. Если в первой части было всего пять материалов, которые должен был разбить игрок, то теперь их стало больше. Это бамбук, уголь, дуб, кирпич, красное дерево, мрамор, железо и снова алмаз. И в случае успеха теперь игрок получает не очки, а монеты, которые может потратить в крипте. Еще в Смертельном Альянсе появилась новая мини-игра, Test Your Sight, то есть проверь свою внимательность. Формально это игра в наперстке. Перед игроком располагаются несколько стаканов, под одним из которых спрятан символ Mortal Kombat. Стаканы переставляются, и нам нужно выбрать верный. У мини-игры несколько уровней сложности. Начинается все довольно легко, но постепенно стаканов становится больше, они начинают перемещаться быстрее, чтобы запутать игрока, а затем начинает вращаться камера, чтобы еще больше усложнить игру. Здесь у персонажей тоже разные анимации, и хотя также не все уникальные, но круто, что бойцы ведут себя по-разному. Больше всех выделяется Кенши. Так как персонаж незрячий, для него сделали специальную анимацию. Кенши прислушивается, то есть определяет нужный стакан на слух. Авторы прям молодцы, что заморочились и сделали отдельную анимацию. Мини-игры в Смертельном Альянсе также доступны для прохождения на двоих. И кстати, если один игрок успешно проходит мини-игру, а второй провалит ее, то персонаж победителя зарядит в будку проигравшему. Смертельный Альянс – это игра, которая должна была реабилитировать серию Mortal Kombat после череды провалов с конца 90-х и до начала нулевых. И ей это удалось. Эта часть предложила новый взгляд на серию, но напомнила о мини-играх, одна из которых была еще в самой первой части. В Mortal Kombat Deception появились две совершенно новые мини-игры, ну точнее новые для серии. Это Puzzle Combat и Chess Combat. Первая берет за основу известный во всем мире Тетрис, но меняет правила на свой лад. Возможно, разработчики подсмотрели идею у японцев, ведь еще в 90-х Capcom представили свою отдельную игру с персонажами Street Fighter, в основе которой также был Тетрис. Суть Puzzle Combat вполне проста и понятна. На экране два поля – наше и противника. На них падают двойные разноцветные блоки, которые игрок должен комбинировать и выстраивать цепочки одного цвета. Только сами собой блоки не исчезают. Нужно дождаться, когда упадет значок с драконом, логотипом МК, и в зависимости от его цвета он уничтожит цепочку блоков. То есть, если значок зеленого цвета, его нужно поставить к зеленым блокам. Если желтого, то к желтым и так далее. Еще иногда падают бомбы. Они просто уничтожают блоки одного цвета на поле, независимо от того, связаны они в цепочку или нет. В это время на экране сражаются два персонажа из 12 доступных. Когда игрок уничтожает блоки, его персонаж наносит удар противнику, или даже несколько, если получится сделать комбо. Сами персонажи представлены в виде чиби, типа такие забавные с большими головами, что как бы подчеркивает фановый настрой в мини-играх. Причем изначально игроку доступна только половина персов, остальных нужно открывать в крипте или в сюжетном режиме. И отличаются они не только внешностью, но и своим спецприемом. Во время игры заполняется шкала Супер, которая позволяет выполнить уникальный прием персонажа. Скорпион запускает гарпун и перемешивает блоки противника. Барака лезвиями уничтожает два столбца на своем поле. Ночной волк уничтожает брейкеры, значки МК, на поле противника. Эрмак убирает на своем поле часть верхних блоков. Синдел своим криком выставляет все блоки на своем поле в цепочке. Саб-Зиро замораживает блоки противника, чтобы оппонент временно не мог их убирать. Борайчо разносит нижние блоки на своем поле. Кенши вообще топ, конечно. Он делает блоки противника временно невидимыми. Мелина уничтожает столбец на своем поле. Джейд пускает разоранг, который приносит на поле противника несколько рандомных блоков. Рейден делает примерно то же самое, а Кабал использует двойную бомбу, которая уничтожает все блоки двух случайных цветов на его поле. При этом в пазл комбат имеется башня, по тому же принципу, что и в аркадном режиме, по которой игрок поднимается, побеждая противников одного за другим. Правда, отдельного босса тут нет. Зато тут нашлось место фаталити, точнее стейдж фаталити. Мини-игра длится два раунда, и в конце каждого боя поверженный персонаж умирает. Его давит прессом, затягивает в ловушку, бьет молнией или он сгорает. Это зависит от арены. Вторая игра это чес комбат, то есть шахматы. Да, блин, шахматы, адаптированные под Mortal Kombat. И на самом деле это очень увлекательная мини-игра. В основе, конечно, обычные шахматы, но со своими фишками. Игрок должен выбрать пять персонажей, которые станут фигурами на шахматной доске. Лидер это король. Он изображается со светом в руках, и его нужно защищать. Чемпион это аналог королевы, только их у нас двое. Колдуны это фигуры, аналогичные слону, но здесь они могут кастовать разные заклинания. Один колдун атакующий. Он может телепортировать свои пешки, убивать вражеские слабые фигуры, или привязывать их к одной клетке, а также может приносить в жертву одну свою фигуру, чтобы сделать сильнее другую. Второй колдун защищающий. Он лечит свои фигуры, может воскрешать их, перемещать на свободные клетки и защищать от прямой битвы. Да, тут такая фишка. Когда фигуры сталкиваются, начинается почти привычный Mortal Kombat. То есть персонажи вступают в поединок. Но в зависимости от их класса, у кого-то будет преимущество. Например, лидер сильнее пешки. Соответственно, во время поединка у него будет больше хп, и бить он будет сильнее. Но это я говорю условно, потому что многое зависит от ходов игрока, заклинаний и пауэрапов. Еще один класс – это Оборотень, аналог ладьи. Это атакующая фигура. Она принимает облик персонажа, с которым столкнется, даже если это лидер. Но если столкнутся два оборотня, то они останутся теми персонажами, которых выбрал игрок. В обычных шахматах достаточно срубить фигуру оппонента и занять клетку. Но здесь нужно за нее сразиться в обычном поединке, а клетка достанется победителю. При этом атакующая сторона получит бонус к здоровью, а после боя на фигуре победителя отразится урон, полученный в бою. Поединки длятся всего один раунд. На доске можно расположить ловушку. Противник не будет ее видеть, но если наступит на нее, то его фигура моментально будет уничтожена. Персонаж взлетит на воздух и разобьется о доску. Ну а в конце, победив лидера противника, мы выполним на его персонажа фаталити. Знаете, когда я был мелким, мне казалось, что мини-игры в Десепшн не нужны. Ну типа какие шахматы, если я хочу драки? Но сейчас я понимаю, что разработчики сделали крутые мини-игры. Это дополнительный контент в игре, который может увлечь надолго. При том, что в тех же шахматах, они не просто натянули модельки персонажей на шахматные фигуры, а разнообразили знакомую всем игру и адаптировали под Mortal Kombat. Видимо, к закату существования студии Midway разработчики не стали мелочиться, и в последней части оригинальной хронологии появился Motor Combat. Формально игра в игре, идея которой успешно была слизана у Mario Kart, эксклюзива Nintendo. Motor Combat — это гонки во вселенной МК. Те, кто был на последних стримах, думаю, помнят, что это такое, мы там понемногу играем. Здесь у нас есть 10 персонажей и 5 трасс. Это дорога Линк Уэй, пивоварня Борайчо, ботанические джунгли, завод внешнего мира и потерянная пирамида. Из персонажей доступны Скорпион, Саб-Зиро, Джакс, Китана, Джонни Кейдж, Борайчо, Мелина, Сайрекс, Рейден и Барака. Кстати, в крипте можно найти концепт машины сектора в Motor Combat, но его самого в мини-игре нет. На концептах еще и пара цветных ниндзя засветились, которых тоже не добавили. Персонажи снова выглядят как чиби, из-за чего Motor Combat еще больше напоминает Mario Kart, естественно. Думаю, в этом и был смысл. Да и суть игры такая же. Мы гоняем по трассам, где есть риск попасть в ловушку или съехать с дороги куда-нибудь в лаву. Попутно собираем монетки, ускорения и заряды для своего персонажа. С их помощью мы можем использовать спецприем, чтобы помешать противникам. Например, Саб-Зиро запускает айсбол. Рейден бьет молнией вокруг себя, Сайрекс кидает бомбы, Барак опускает свои искры и так далее. В целом мини-игра довольно веселая, и авторы делали на нее неплохую ставку в свое время, учитывая сколько было создано промо-роликов. Конечно, Motor Combat не затмила Mario Kart, но вполне неплохо подражает ей. Было бы больше локаций с персонажами, и можно было бы запускать свой отдельный спин-офф. Но если серьезно, то это классная штука, но именно в рамках мини-игры. В спин-офф Mortal Kombat Shaolin Monks разработчики тоже интегрировали мини-игру Test Your Might. Но там она встречается именно в сюжетных заданиях, когда нужно что-то активировать, например, ловушку. Тогда появляется знакомая шкала, которую нужно заполнить и в определенный момент нажать L1, в случае PlayStation. Иногда, кстати, мини-игра запускается во время битвы с боссами. Например, если игрока схватит гора, нам нужно будет заполнить шкалу, чтобы вырваться. А вот в кроссовер МК vs DC знакомые мини-игры не завезли. Хотя во время боя можно выкинуть противника с арены, и тогда запустится сцена падения персонажей, во время которой нужно нажимать кнопки и сражаться в воздухе. Еще, когда игрок таранит противником стены, запускается как бы Test Your Might, но ее суть другая. Здесь нужно жать кнопку, чтобы заполнить шкалу и нанести больше урона, а противник в это время таким же образом пытается снизить получаемый урон. Парамально это тоже мини-игры, но не в привычном для серии виде, потому что интегрированы в сам поединок. Зато с девятой частью дела обстоят повеселее. Учитывая, что это своего рода ремейк классической трилогии, сюда вернулись знакомые мини-игры и добавили пару новых. Test Your Might сохранила свою суть. Игроку нужно разбить какой-то предмет, которых теперь стало больше. Появились янтарь, титан, золото, сапфир, голова и еще некоторые. Test Your Sight стало чуть веселее. Мы также должны внимательно следить за стаканом, под которым значок Mortal Kombat. Но в случае провала, если мы выберем не тот стакан, тогда персонаж будет убит. Причем сюда добавили несколько сцен поражения персонажей. Кому-то в голову прилетает тамагавк ночного волка, на кого-то падают камни, Мелину вот взрывают, Джонни Кейдж сгорает, Кун Лау лишается головы из-за своей же шляпы, как ни странно, а у Кабала даже пара анимаций смерти. Либо в его голову прилетает куна и скорпиона, либо его разделяет на двое шляпа Кун Лау. Девятую часть вообще трудно не хвалить за все подряд в плане геймплея, секретного контента и фан-сервиса. Авторы круто доработали знакомые мини-игры, сохранив суть и добавив кое-что новое. Собственно, новая мини-игра называется Test Your Strike, то есть испытай свой удар. И вот это еще сильнее похоже на сцену из фильма Кровавый спорт, где Фрэнк должен был продемонстрировать Димак при косновении смерти. Суть заключается в том, что перед игроком сложены какие-то материалы, например, 9 слитков золота. Он должен ударить по ним сверху, но разрушить только тот, что в центре, при этом не повредив остальные. Технически это та же Test Your Might, только здесь шкалу нужно не просто заполнить, перейти отметку, а удержать ее показатели в определенных рамках. Тогда удар персонажа будет успешным. Еще в девятой части добавили режим Test Your Luck, то есть проверь свою удачу. В этом режиме запускается поединок с модификаторами. Если играть одному, здесь случайным образом выбирается противник и несколько модификаторов, которые могут отключить броски, прыжки, сделать невидимым метр, лишить персонажей рук и еще куча разных вариантов, как повезет. Но и это еще не все. Игра была портирована на PlayStation Vita, и туда добавили еще пару мини-игр. В Test Your Balance игрок должен удержать равновесие персонажа, используя гироскоп и наклоняя приставку. При этом, по мере увеличения сложности, в персонажа будут лететь всякие головы, черепа и еще какие-то куски мяса, которые будут мешать. Вторая мини-игра называется Test Your Slice, и это аналог известной мобильной игры Fruit Ninja. Здесь мы должны кромсать головы, используя тачскрин консоли. Естественно, среди голов будут попадаться бомбы, которые нельзя резать, часы, которые отнимают или прибавляют время, и еще всякие бустеры, которые удваивают очки или, например, замораживают предметы на экране. Все эти мини-игры в девятой части обособлены от аркадного режима. Они встречаются в башне испытаний или в отдельных башнях. То есть это дополнительный контент, что безусловно хорошо. В десятой части мини-игр стало куда меньше, а точнее всего одна, та самая Test Your Might. Хотя сюда вернулся режим Test Your Luck, но суть его не изменилась. Это, опять же, модификаторы, которых по мере увеличения сложности становится больше. Знакомая еще со времен первой части мини-игра тоже сохранила свой смысл. Игрок должен разбить какой-то предмет, среди которых теперь есть бюст Шао Кана, золотой зверь, титановый символ МК, даже комедогу и еще некоторые. То есть новые предметы есть, но в общем их меньше, чем было в девятой части. Разработчики перенесли в эту мини-игру смерть персонажа за поражение. Но если раньше у каждого была своя анимация, то теперь несколько анимаций для всех. Например, персонажа могут сожрать насекомые Деворы, пронзить куна и Скорпиона, убить стрелы Кунджина и так далее. Вариантов на самом деле немало, плюс уже знакомые по девятой части, типа шляпы Кун Лао. Кстати, в башне Test Your Might, по-моему на этапе с бюстом Шао Кана, игрок получает скин Ревенанта Саб-Зиро за прохождение. Неплохая мотивация. И на данный момент это последняя мини-игра в серии, потому что в одиннадцатую часть их вообще не завезли. Я бы с удовольствием играл даже сейчас. Блин, это шахматы с элементами файтинга и РПГ. Гениально же. В Mortal Kombat почти всегда было много секретного и дополнительного контента. Мини-игры присутствуют в серии со времен первой части, и пусть периодически они исчезали, но затем возвращались в улучшенном виде. Поэтому надеюсь, что в будущем авторы не забудут про совсем не обязательные, но все же важные для фанатов элементы серии про мини-игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова